День за днём В Десногорске прошёл забег атомных городов Забег, посвящённый здоровому образу жизни, считаем открытым Десногорск присоединился ко Всероссийскому фестивалю уличного кино Эй, кажется, ещё никто не сказал, что тренировка закончилась Об этих и других новостях подробнее 8 сентября в России прошёл единый день голосования В 85 регионах прошло более 5000 выборов разного уровня В разных регионах выбирали депутатов, глав муниципальных образований и губернаторов В Смоленской области отдать свой голос пришло более 40 тысяч человек В этом регионе проходили выборы депутатов, представительных и законодательных органов власти За своих кандидатов голосовали жители 12 муниципалитетов области, включая город Десногорск Всего на Смоленщине действовало более 200 избирательных участков Официальные итоги выборов на Смоленщине будут известны в ближайшее время Свои политические предпочтения 8 сентября высказывали и жители Десногорска В муниципалитете проходили выборы депутатов в городской совет 15 избирательных участков были открыты с 8 утра до 8 часов вечера Подробности далее В 8 утра работа избирательной комиссии началась и в детской библиотеке Активность избирателей с первых минут была достаточно высокой Самыми первыми выразить свою политическую волю пришли пенсионеры и люди среднего возраста При этом проголосовать мог любой житель Десногорска, достигший 18 лет Одним из первых на избирательный участок прибыл и глава Десногорска Андрей Шубин Мы сегодня голосуем за тех кандидатов, которые будут представлять интересы жителей в Десногорском городском совете Ведь от работы нашего депутатского корпуса зависит очень многое Организованное и по всем правилам проходило голосование и на другом избирательном участке в музыкальной школе имени Глинки Избирательный процесс обеспечивали члены комиссии Всех граждан фиксировали по адресам и выдавали подготовленные бюллетени В 12 часов дня к нам пришло 174 избирателя Досрочно проголосовало у нас 71 человек Поток избирателей у нас очень хороший Причем она разновозрастная группа, как от старшего поколения, так и до более молодого Что пока был хороший показатель, большое участие в судьбе города Избирательные участки работали до 8 вечера Каждый из них был оснащен всем необходимым и находился под охраной полиции Территориальная избирательная комиссия обнародует результаты голосования в ближайшее время Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ На пятом Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке Субъектам России посоветовали использовать опыт Смоленской области Указание дала Андрей Белоусов, помощник президента Российской Федерации Руководители регионов призвали изучить опыт Смоленщины в привлечении инвестиций Для достижения новых целей в этом направлении Для этого делегация Смоленской области подготовила доклад, в котором указала приоритеты для развития инвестиционной привлекательности Напомним, что в июне этого года Смоленская область впервые в истории вошла в топ-20 регионов-лидеров по инвестиционному климату Улучшив занимаемые ранние позиции сразу на 11 пунктов Забег атомных городов станет одним из самых массовых спортивных мероприятий этого года Его цель объединить жителей всех городов, где присутствуют объекты корпорации Росатом Как на эту идею откликнулись в Десногорске, далее в сюжете 2019 год госкорпорации Росатом объявлен годом охраны труда, здоровья и здорового образа жизни Во всех городах присутствие атомной станции концерна Особенно пропагандируется спорт и активная жизненная позиция Частью этого большого мероприятия стал забег атомных городов С 4 по 21 сентября 2019 года эта эстафета проходит в 20 городах присутствия госкорпорации В Десногорске этот спортивный праздник состоялся 8 сентября Я хочу вам пожелать всем хорошего настроения, удачи и благополучия Забег, посвященный здоровому образу жизни, считаем открытость Участниками стали те, для кого бег это не только серьезное хобби, но и просто хороший способ в пользу провести время А это как мужчины, так и женщины всех возрастов, так и юные горожане Кстати, именно у детей это мероприятие вызвало особенный восторг Участие в забеге приняло более 200 мальчишек и девчонок Старт был дан для всех категорий участников поочередно Пристояло преодолеть символичный 2019 метров городского маршрута А с учетом прекрасной погоды в тот день, подобное испытание для многих превратилось в настоящее удовольствие Хорошо, тепло, солнечно Пробежать дистанцию можно было и всей семьей Для этого была отдельная номинация – семейная эстафета Это отличный способ укрепить семейный дух и воодушевиться на новые достижения Отдельной частью большого мероприятия стала праздничная программа на городской эстраде Тем, кто бегу предпочел прогулки, также было чем заняться Предлагалось посетить различные мастер-классы, как спортивные, так и творческие Участники и призеры забега атомных городов получили памятные подарки и заряд бодрости для новых побед А все без исключения присутствующие – прекрасно проведенный выходной в любимом городе Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ 6 сентября в Центре культуры и молодежной политики состоялся показ короткометражных фильмов молодых и амбициозных авторов На фестивале вместе с десногорцами побывала и наша съемочная группа Несмотря на то, что в Десногорске фестиваль проходил все-таки в закрытом помещении, в кинозале царила свободная атмосфера В этот раз в программу мероприятия, объединяющего 72 региона страны, вошли 10 лучших картин от начинающих режиссеров России Эти киноленты организаторы фестиваля выбирали в течение года из более тысячи заявок Среди них «Миллиард», «Лучший забей», «Электрический ток» и другие В съемках приняли участие как молодые, еще неизвестные актеры, так и уже довольно популярные, такие как Алексей Серебряков и Павел Деревянко Все фильмы абсолютно разные – простые и запутанные, грустные и смешные Кажется, еще никто не сказал, что тренировка закончена Ваня! Ты что думаешь, я чудовище, да? На чемпионате мира на поле против тебя выйдет Рональда и Месси А это вот настоящий морфор Поскольку главной идеей кинофестиваля является выбрать лучшую работу самими любителями кино Для голосования публики раздали специальные бланки А в конце киносеанса прошел подсчет голосов В Десногорске лидерами стали фильмы «Миллиард», «Интервью» и «Огонь» Отметим, что 27 сентября в Центре культуры и молодежной политики Пройдет показ работ вне конкурсной программы фестиваля Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснатовы ЕВДД России опубликовала проект поправок федеральному закону о безопасности дорожного движения В них содержится нововведение в области подготовки водителей и обмена прав Например, получить права на мотоцикл может стать сложнее Предлагается использовать ступенчатую схему Категорию А можно будет открыть не ранее 20 лет При этом сначала нужно научиться водить маломощный мотоцикл Для этого водится новая подкатегория А2 Мотоциклы мощностью до 47 лошадиных сил Автомобиль же могут позволить водить 17-летнего возраста Правда, сопровождающим лицом, которому должно быть не менее 23 лет Эти и другие нововведения ГИБДД России позаимствовала из опыта зарубежных стран И о погоде 10 сентября в Десногорске солнечно Днем плюс 23, ночью плюс 12 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм Программу вел Олег Соловьев Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok